МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Николаевич, Транснефть. Здравствуйте. Добрый день. Вот политика замещения у нас. Да, могу тебе сказать, всего сейчас Транснефть импра занимает 9%. Они построили сейчас в Челябинске, завод. Покажите, насос есть уже? Раньше все покупали за рубежом. Все магистральные насосы покупали за рубежом. Сейчас они сколько уже выпустили? У нас только начало производства. Вообще планируем это в трех суток. Это ваше производство? Да. Вы финансировали? Да. Собственно, с фирмой Канар, в чрезвычайном предприятии, совместно с итальянцами, в организации, в пыли, в пыли. Очень активно, очень понравилось. А вообще процент, которые у нас происходят? Мы на посту, как всегда. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Транснефть. Здравствуйте. Транснефть. Рады вас видеть. И хотелось бы, чтобы вы краткий экскурс от меня услышали. Первое. Транснефть все-таки лидер во всех экспериментах. Мы на сегодняшний день на уровне добычу держим уже 24 года. И стараемся, чтобы новые технологии по нефтедобыче были обязательно экологически чистые. И первое место по экологии мы забираем уже последние 10 лет. Но и технический прогресс, новое оборудование по добыче делаем. Работаем по заданию правительства нашего на сверхвязких нефтях. И собираемся все-таки выйти на хорошую добычу по этому направлению. Сегодня работает у нас, и вот мы думаем, выйти уже на 3 миллиона 300. Вот эта диаграмма, вы видите, как возрастает добыча. Это все льготы, которые позволили вы нам дать. И они обязательно окупаться будут с ГАКом. Почему? Потому что в дальнейшем развитие нефтяной промышленности будет на сверхвязких нефтях. И мы должны обязательно на это особое внимание уделять. Мы десятки технологий там используем для того, чтобы все-таки эта технология пошла на широкое внедрение. 3 миллиона? 3,3 миллиона. Это уже... 5 миллионов. Да. И вы видите, какая на сегодняшний день? На сегодняшний день переработали 8 миллионов 700 тысяч тонн нефти уже на этом объекте. И глубину переработки добились 99,3%. Такой глубины сегодня нет. Нет. Так, ни на одном заводе. Не загибаю. Палец не загибаю. Вы можете смело посмотреть на наш этот завод. В любое время мы приглашаем посмотреть. Не загибаю. Это главный химик нашей страны, Иван. Не, ну мы с ним обязательно поспорим еще. Я тоже не последний человек. И, безусловно, шинная промышленность на сегодняшний день у нас на подъеме. 12,5 миллионов шин мы выпустили. И рост идет. Шин... А как говорит статистика, вот как говорит статистика, если рост шин, особенно для тяжелого транспорта, идет, начинается, значит, кризис кончается. Вот к этому мы и стремимся. Я думаю... Так, рост начался? Что-что? Рост производства шин для тяжелого транспорта? Нет. Еще нет? Конечно. Мы хорошо сегодня развиваем нефтехимию. Нефтехимия для добычи у нас на очень высоком уровне. Если бы мы третичными способами не пользовались, безусловно, мы бы такие показатели, результаты не добились. А сегодня при средней добыче 3,7 тонны в сутки, мы сегодня по себестоимости передовые, которые 12 тонн в сутки добывают, мы их обгоняем. О, не надо. Не надо. Сургут, нефть и газ, конечно. Нет, они имеют 14,7 тонны. А мы-то 3,7 тонны. 3,7 тонны. Молодцы, молодцы. Так, пойдем. Расскажите, как пожелаете вам? Прекрасно поживаем. Все еще номер один в России. Сколько буровых делаете сейчас? Сейчас делаем 30-40 буровых. У нас также сейчас идет инвестиционная программа. 30-40. Павел Михайлович, зам генерального по старотразлитию. Приезжаю на уровень. Да. Это очень много. Даже не что. Видите, завод. Так, чем похвастаетесь? Ну как, завод Татарии. Татарии. Локализованный. И все российского производства. То есть, вот вся гирлянда. Вы видите это оборудование внешнего заканчивания. Это все производится у нас внутри в России. Самое главное. Трубная продукция. Трубная продукция. Если брать вот значок BakerFuse, сейчас у нас идет в Эмират как раз по локализации всего технологичного, которое они уже столетиями принимают. Мы берем и локализуем их. Самое главное. Это и чистое импортозамещение. Это вы делаете по их технологии или сами разработаете? И по их технологии, и нашей разработке. Если взять, допустим, скважинный фильтр, который очень большую часть занимает скважины горизонтальных. Вот эта технология, Weatherford, Шмюнберже, таких сервисных компаний, мы практически ее локализовали у нас. Полный цикл производства. Даже проволока измечила. И вот это практически 50% скважины мы можем обеспечить растительный производство. Самое главное. 50% новых? Или ИК-премонт тоже? Да. Компания наша, которая делает в России, у нас для ГФТ. Вы готовы нас встречать, делегателям? Добрый день, добрый день. Чем похвастаются наши атомы? Прямо или на него? Прямо или на него? Так, посмотрим, кто тут представляет госпомбурение. Сколько же будет сегодня госпомбурение? Больше-больше 80 метров. Сколько? Ну это мелочь. Ну, в основном, да. Мы же газовые сказали. Я понимаю, а только газовые? Ну, в основном, да. Поэтому вот регион действия, да, там, регион нашей локации, да. От Камчатки, на Камчатке у нас один остановок, ну и по всей России. Основной регион, конечно, Турингой. Ага. Вот сейчас, наверное, и Ямал. Сейчас восточной Сибири. Ямал, там, в основном, геологоразведка. Ну, в горе, там, эксплуатация немножко не была. Ну, а как же было, нет? Давай. Работал там по 12 секунд. Сейчас, дополним. Сейчас. Да, я хотел пахер показать. Да, обязательно, давай. Я самый главный человек, вот это. Фирма Пакерта. Чуть ли не Паркер. Почти не Паркерта. Почти не Паркерта. Почти не Паркерта. Почти не Паркерта. У нас лучший, сам обучающийся, сам развивающийся. Безиденция компании. А я на полуставке директором работаю. Игорь Александрович. По-моему, здесь еще. Ну, в принципе, компания Пакерта, 25 лет в этом году исполнил. 14-го числа. Юбилей. Юбилей, да. Ну, что отметим, мы там все-то отмечаем. Вы уже отмечаете? Да, отмечаем уже. Можно уже не продолжать экскурсию. У нас это совместное предприятие Статнефть. Значит, Статнефть 49%, 2% из Куртатарстан, и 409% из Кэтапаки. Мы уходим на этот рынок. Статная задача продавать дороги. То есть контроль не уходит, да? Нет, 49%, пополам не хотят, да. 2% из Кэтапана. Я доходил 50-50, пока не получается. Пока вот такая сфера, и задача такая, что просто закрывается в кухне. Это русская компания. Роскал Андрей, трубная металлическая компания. Ну что, на сегодняшний момент мы крупнейший производитель труб в мире. Производим 3,5 миллиона тонн. Делаем специально как раз для добычи нефтегаза. Четыре завода в России работают сейчас. У нас на полную мощность. Два научных исследовательских. Нет, еще не заходили. Пока не заходили. Вот, как раз делаем полностью. Это вот как раз премиальные респовые наши соединения, которые могут до горизонтально до 15 километров. Они у нас выдерживают разнопеременные на русские. Это новые как раз. До 15 горизонтально идет. Как раз для шереза. Я не знаю, не в Кеннике, но подругли. Это я знаю. Мы общаемся. Но давление до 1600. Да, мы делаем сейчас П-110, П-125 по прочности. Они как раз выдерживаются. И на Соколине они у нас испытания. Как раз у нас же УРОНИКИ работают. Как раз это же наш профильный служит. Защита есть в другом? Какие от проходят? Да, она обычные стальные. Мы разрабатывали вопрос по внутреннему покрытию. Сейчас, в принципе, у нас-то есть там совместные разработки. Но пока одни клиники приходят только по НКТ-запросам. По внутреннему покрытию. Для обсадки, для обычной, в принципе, ну, такой срочный. Мы же делаем у нас специальные стали. Мы делаем и подсорку. Да, готовы предложить им готовый продукт. А то, что, собственно, нужно брать здесь и делать. Ну, скважина чем отличается от обычных субротносточек? Реконструкции или каких-то? Сейчас особо остро стоит вопрос оптимизации затрат на производство. Любое оборудование проще сохранить, чем реконструировать. Электрохимзащита является важнейшей частью защиты от коррозии подземных коммуникаций. В частности, нефти, продукта и газопровода. И коммуникации компрессорных станций, узлов подготовки газа, кустовых площадок. По слову нашей электрохимзащиты, положены пять принципов. Это три долговременные эффекта от внедрения электрохимзащищения. И вот мы сейчас на этом Васе работаем. Значит, мы на космос, мы вводим, зашел, почему-то сегодня утечка не показала, почему-то не показала. То есть, когда человеческий знак, это самый страшный в жизни, наверное, сейчас мы всегда днем. Мы устанавливаем наше оборудование в знаке визуального информирования, в кит, вовнутрь. То есть, вот эта установка, она закрывается, запирается на ключ, то есть, является знаком визуального информирования. Здесь написано «Газпром», точно такие же знаки. Наверняка видел, как в городской черте. Внутри стоит оборудование мониторинга, которое при помощи спутника, либо при помощи канала GSM, может передавать информацию. Внутри стоит оборудование, которое при помощи спутника, Продолжение следует...